Воспоминания немецкого танкиста по книге от Токариуса «Тигры в грязи». Мой взвод расположился вдоль лесной тропы. Прекрасное место, справедливо заметил мой водитель. Нас нельзя было заметить ни спереди, ни сзади. Повсюду деревья и кусты. Ничейная земля начиналась на другой стороне тропы. Рядом с нами, в несколькой стороне, располагалось противотанковое орудие. Вместе с нами были пехотинцы. Водитель и заряжающий четырех моих танков только что ушли раздобыть мясо. Мои мысли уже были направлены на еду. Когда началась пальба, и русские атаковали. Половина экипажа отсутствовала. Ни один танк не был готов к бою. Я запаниковал. Скользнул на сиденье водителя, задним ходом выехал из чащи. Другие танки моего взвода последовали за мной, полагая, что отказала радиосвязь. Они действовали по уставу, который предписывал в подобного рода случаях делать то же, что и командир взвода. Проехав несколько сот метров, я понял, что натворил. Расчет противотанкового орудия и множество пехотинцев, по-видимому, потеряли самообладание. Когда увидели, как я рванул. Я быстро развернулся и занял прежнюю позицию. Великолепные парни в стрелковых ячейках держали свои нервы в узде и уже отразили нападение. «Приятель, что за куча героев?» – спросил командир орудия. «Если это все, что вы умеете, то вам лучше вообще не соваться на фронт». Я стоял, как в воду опущенный, и мне оставалось только уверять его, что подобное больше никогда не повторится. После этого случая мне еще долго было не по себе. Как просто было принять поспешное решение и какими тяжелыми могли оказаться последствия. Конечно же, мне следовало оставаться на месте. Это стало ясно уже через несколько минут. Но ошибка была совершена в тот момент, когда мы запустили двигатель. Помню, когда воевали с американцами, практически все наши легковые автомобили «Кюбель» были выведены из строя. Поэтому мы решили вечером пополнить свой автопарк за счет американского. Никому и в голову не приходило считать это героическим поступком. Янки ночью спали в домах, как и полагалось фронтовикам. В конце концов, кто бы захотел нарушить их покой. Снаружи, в лучшем случае, был один часовой, но только если была хорошая погода. Война начиналась по вечерам, только если наши войска отходили назад, а они их преследовали. Если случайно вдруг открывал огонь немецкий пулемет, то просили поддержки военно-воздушных сил. Но только на следующий день. Около полуночи мы отправились с четырьмя солдатами и вернулись довольно скоро с двумя джипами. Было удобно, что для них не требовалось включений. Стоило только включить небольшой тумблик, и машина была готова ехать. Только когда мы уже вернулись на свои позиции, Янки открыли беспорядочный огонь в воздух, вероятно, чтобы успокоить свои нервы. Если бы ночь была достаточно длинной, мы легко могли бы доехать до Парижа. На следующий день была запланирована небольшая атака, прямо к востоку от Вайденау. Мы сосредоточились для своей небольшой операции с нашими самоходными орудиями. Даже несмотря на то, что я едва ли мог рассчитывать на успех, я намеревался во всяком случае показать Янке, что война еще не кончена. Об этом свидетельствовали только развалины, которыми они, наверное, все еще гордились. Мы привыкли к противнику такому, как русские. Мы были поражены контрастом. За всю войну я никогда не видел, чтобы солдаты разбегались так, что только пятки сверкали. Хотя даже по существу ничего особенного не происходило. В конце концов, чего мы могли добиться сами по себе? Мы продвинулись на несколько сотен метров к югу и достигли своей цели. Я наконец увидел один вражеский танк, который беспорядочно метался за домом, пока не исчез. Я хотел первый раз испытать нашу 28-мм пушку. Я улучил момент и выстрелил в дом снарядом с отрывателем замедленного действия. Результат продемонстрировал нам чудовищную пробивную силу нашего орудия. После второго выстрела американский танк загорелся. Янки теперь, конечно, оживились, потому что кто-то и в самом деле в них стрелял. Мы вскоре оказались в центре интенсивного артиллерийского обстрела и появились бомбардировщики, чтобы наказать нас. К счастью, обошлось без жертв. Наступлением темноты мы отошли назад на наши прежние позиции. В конце концов, пятеро русских представляли большую опасность, чем 30 американцев. Мы уже успели это заметить за последние несколько дней боев на Западе. Если эта история вам понравилась, ставьте лайки. Если вы еще не подписались, то обязательно подписывайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok